Гей-форум Украины заявляет о полной поддержке ЛГБТ-сообщества на всех уровнях власти в Украине. Заявление является ответом на акцию «Папа, мама, я – счастливая семья», которую в августе этого года проводил Духовный совет христиан в Одесской области с различными общественными организациями. Первым от соучастия в гомофобной акции отмежевался Одесский облсовет. Следом за облсоветом свою позицию разъяснил Одесский городской совет устами замначальника управления внутренней политики Стефанида Ганнибал. Городским председателям, сказала она, было предоставлено разрешение именно на акцию «Папа, мама, я – счастливая семья». Лозунг «Любовь против комосексуализма» не предусматривался распоряжением городского председателя. Святослав Шеремет, лидер гей-форума Украины, заявил, что одесские власти становятся пионерами среди прочих органов местного самоуправления в своей четкой поддержке курса на толерантность и в официальном отмеживании от пещерной гомофобии. Одесса, говорится в заявлении, один из самых толерантных геем города в нашей стране. Здесь работает несколько популярных гей-клубов, успешно действует специальный общественный центр для представителей ЛГБТ-сообщества. Мы попросили прокомментировать данное заявление одного из организаторов акции «Папа, мама, я – счастливая семья». Библия называет гомосексуализм грехом. Называет его конкретно, говорит о том, что такие люди Царство Божие не наследуют. Для меня это понятно. То есть, когда меня обвиняют, и как-то на моем блоге у меня была такая дискуссия, она даже сохранена на блоге, есть дискуссия с, ну, как бы такими людьми, с, видимо, геями или их сочувствующими людьми. И мне всячески говорили, да это вас не касается. Если мы захотим зарегистрировать брак, мы пойдем в мэрию, мы пойдем в ЗАГС. Это вообще как бы вас не коснется. И Бог же он толерантный, и Бог же он любящий, и Бог же он любит всех и каждого. И так далее, и так далее. И вам вообще ничего бояться, чего вы в это лезете? И я тогда очень просто ответил. Я лезу в это только потому, что я переживаю за своих детей, которых будут воспитывать так называемым сексуальным воспитанием. Как это происходит в Германии, как это происходит в Европе. И, кстати, есть попытки это делать сейчас в Украине перед Евро-2012. Это неофициально, но, как это, учителей просят проводить так называемые уроки толерантности. В связи с тем, что в 2012 году приедут разные люди, и дети должны быть к этому готовы. Я не хочу как в Англии или как в Канаде платить штраф. За то, что я что-то скажу несогласия. А я должен говорить, потому что Бог мне сказал, если я грешнику не скажу, что он грешит, я понесу этот грех на себе. Я не хочу пойти в ад из-за того, что я не сказал человеку, который увлекается гомосексуализмом, блудом, наркоманией, алкоголизмом, да и любым другим грехом, который является грехом, что он грешник. Я не хочу за это отвечать. Поэтому я буду говорить об этом. И я буду продолжать об этом говорить. И мы будем продолжать проводить подобные акции, говоря о том, что это грех. В документе Одесского горсовета сообщается, в Одессе, как и в прочих населенных пунктах Украины, проживают люди с разными взглядами и отношением к тем или иным общественным явлениям. Одесса была, есть и будет оставаться толерантной к любым проявлениям демократических свобод, которые не станут нарушать прав других граждан. Дениса Галина Притула, специально для телеканала СНЛ, Одесса, Украина.